Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Вот прямо они рвутся, действующая администрация рвется к власти. Причем там пишут различную чепуху. Я просто оторвусь, пишут, например, про Зару, что он какой-то олигарх и так далее. Какой он олигарх? Я, например, сейчас отвлеченный это говорю. Человек, который работал наемным работником в крупном предприятии, который проводил газификацию сельских населенных пунктов, частных домов и в городе Самаре. Я почему знаю? Потому что я как бы общался в тот период времени. Ну, значит, боится. Пишется там про других кандидатов тоже. Не совсем там приятные вещи. Я думаю, что проще, наверное, там, ну, где-то в прямом, в открытом эфире, смотря друг другу в глаза, задать эти вопросы. Задать эти вопросы, ответить. А вот так вот как-то из-под тишка все это делать, забрасывать ящики. Ну, даже вот, ну, я это знаю, потому что у меня, как бы, я прихожу, смотрю, ящик там набросан, там, красный, там, и так далее, там, пожары, там, что-то страшное и так далее. Если даже вот говорить о пожарах, ну, извините, пожары в 29 регионах России они проходили. Кстати, если вот отдать должное, значит, и губернатору, и нашей службе МЧС, то есть в Самарской области, скажем, одни из первых, они завершили, как бы, эти работы. Вот. Вот. Только вот недавно закончились эти работы в Рязанской области. Поэтому, ну, как бы, это природное, стихийное такое бедствие. И поэтому сейчас вот на этом играть, когда действительно, ну, плохо, что это произошло, я считаю, что это не совсем корректно. Это как, скажем, в боксе бить ниже пояса. Вот. Моё мнение такое, что людям просто не надо читать, если нет автора, исходных данных, то вообще не надо это воспринимать как информацию. Потому что это всегда пишут трусливые, слабые и коварные люди. Вот. Занимаются вот этими чёрными технологиями. Если надо обращаться к тому, что это за человек, что он сделал конкретно, какие, например, выполнил работы для города. Ну, что он сделал? Вот надо посмотреть. Георгий Алексеевич, ну, я так понимаю, эти тихушники надеются на то, что люди в это поверят? Ну, этих тихушников, во-первых, насколько мне известно, милиция уже поймала ряд господ. Там чуть ли не руководитель вот Самарского знамени, который вообще позорит Самарское знамя. Самарское знамя – это священное знамя и для болгары, и для нас, для самарцев. Потому что вы знаете, с чем это связано. Да, это целая история. Это целая книга, как именно самарцы помогали нашим братьям-болгарам в войне. И как рождался это Самарское знамя. Так вот, как вот этот господин, по-моему, Зубов, как он может оперировать вот этим знаменем, ставить какие-то пикеты, и после этого, значит, его людей, значит, и у него там где-то в машине, ну, это оперативная информация, значит, находит вот эти как брызгалки всякие и так далее. Я думаю, что это, ну, даже просто не по-человечески. Юрий Алексеевич, я знаю, что вы общаетесь с самарцами очень регулярно, практически каждый день. Я не зря сказал про тихушников, потому что вот те-то надеются, что люди на это отреагируют и будут думать, какие хороши они и какие плохие те, про кого пишут в газетах. А что говорят самарцы? Вот ваше мнение, как избиратели на это реагируют? Ну, самарцы, ну, во-первых, тут даже и говорить не надо, потому что все видно. Надо просто вспоминать и зиму тоже, не только вот сегодняшний день. И помнить, что Новосадовое и Московское шоссе эксплуатируются и обслуживаются областью, не городом. То есть вот где там газоны посажены, значит, и проводится постоянная работа. А вот что остальное там? Во дворах, другие улицы там, Гагарина там, Нововокзальная. Вот я вчера заезжал в район Беземянки. Там вообще как бы это, как простой народ говорит, туши фонарь. Вот про лампочки они пишут, вот они там установили там какие-то там лампочки. Народ жалуется, что нет освещения. Ну, зимой это было. Сейчас что вот говорит, сейчас светло, сейчас светло и так, без лампочек, светло. А через какое-то время, через 2-3 месяца, соответственно, как будет видно. И причем многие работы, которые мы сделали, они сейчас приписывают к себе. Ну, в частности там, по тем же благоустроенным дворам, по детским площадкам и проще-проще. То есть люди это видят и каждый человек, вот если у него, например, во дворе было что-то, то он что пиши, не пиши, он все равно это видит. Если у него как бы там появились какие-то дополнительные ямы, провалы на дороге, то есть все равно это видно. Люди говорят, что стало хуже. Ну, по крайней мере, основная масса. Что стало хуже. То есть они вспоминают это. Они вспоминают, значит, убитых людей сосульками. То есть массовое убийство людей сосульками. Вот за это как бы, ну, надо отвечать. Потом 2008 год я вспомню. Опять, когда даже показывали это по Европе, что как бы Самара встала. И люди, как в годы Великой Отечественной войны, шли по нерасчищенным дорожкам вдоль шпал. Понимаете? Это на самом деле. Да. И не могли, самое главное, что в эти дни не могли машины скорой помощи доехать и оказать помощь тем ли. А сколько в этот период, естественно, ушло из жизни людей. Вот если это еще прибавить, это очень большое количество. У нас никогда не было в Самаре, в истории Самаре не было такого. И можно ли говорить что-то о действующей администрации, если... Я даже не говорю о том, что там не сделали благоустройство, не делали там асфальтирование дополнительное, а просто жизни людей. Это самое дорогое. Вот что люди говорят. И люди это знают. Я, например, считаю, что это да, действительно, то есть... Ну, вообще морального права нет у действующего главы города Тархова вообще участвовать в выборах. Вот после этого, после таких случаев, например, во Франции, в Америке, в Германии, руководитель уходит в отставку сразу. У нас вот почему-то еще пока нет ни законов, ни моральных, ни чисто юридических, которые бы определяли это. Вот твори, что хочу. Поэтому обязательно, как бы, действующей новой администрации и новой городской думе надо принять, и население это тоже просит, закон о возможности отзыва как депутатов городской думы, так и главы города. И чтобы он был не такой, что невозможно отозвать, а чтобы механизм был реальный. С одной стороны, чтобы он был, как бы, недоступен для различных, значит, крикунов, которые сразу начнут кричать там, вот, давайте, давайте. Определить те юридические нормы, которые действительно давали возможность отозвать или вынести представление губернатору для того, чтобы тот мог отстранить соответствующего руководителя или депутата от занимаемой должности. Потому что они избираются не для того, чтобы создавать и набивать карманы себе, и создавать благо. Об этом Владимир Владимирович Путин говорил в начале года, что идешь во власть, ты не забывай, что ты идешь, в первую очередь, для того, чтобы служить людям. Георгий Сергеевич, вот, помятуя все, что вы сказали выше, как вы считаете, люди это понимают, безусловно, но насколько они сейчас вообще активны в Самаре, то есть, я имею в виду, избирательные процессы и вообще вот эту позицию гражданскую, насколько активно высказывают? Сейчас, понимаете, разные районы, разные взгляды, вот, и разные люди. Вот сегодня, на мой взгляд, нет той вот сплоченности, которая была раньше, вот, населения. То, что вот все, например, недовольны, это однозначно, вот, сплоченности, чтобы не было такого, например, в период голосования, вот, они где-то что-то увидят, услышат, там, скажут, да вот этот, этот хороший, там, и так далее, и начнут колебаться. Судить всегда надо только по делам, по делам, вот, что сделано, хорошее, значит, да, значит, человека надо поддержать. Если нет хорошего, вот, то есть, и не знаете вы, то есть, ну, надо уточнить, кто он такой, там, у своего знакомого, там, или у близкого, узнать, ну, кто он такой, вот. А если человек, ну, вообще он такой, который, вот, как я сейчас говорил про действующие администрации, что они, ну, совершили вот такие вот массовые, как бы, поступки, ну, не они сами, ну, своими, своим бездействием совершили. Как вот убийство сосульками, ну, тут слов даже нет. Слов даже нет. И как сегодня даже, ну, говоря вот о самом таком печальном, вот, как сегодня работает спецкомбинат, это ритуальные услуги, это самое печальное для человека, когда человек, ну, кто-то близкий или знакомый уходит из жизни. Сейчас же целая проблема, связанная, как бы, такой бюрократический, они создали механизм, значит, с получением разрешений, там, и так далее, на повторное захоронение, и прочее, прочее. Это ужас какой-то. Разделили там спецкомбинат на два предприятия, там, какое-то место в одном месте, там, где-то на рубежке, там, значит, собирает, там, заявление, там. У нас никогда такого не было. То есть, плохо, очень плохо, как бы, очень плохо, то есть, добавилось достаточно много бюрократии. Я, видите, я говорю о таких вот бытовых вещах, даже о печальных вещах, ну, это все говорят люди. Вот я на свой сайт получил уже более 50 писем, связанных с благоустройством, связанных с отношением сегодня к многодетным семьям. То есть, нет никакой социальной помощи. Я, безусловно, все это дело сейчас компоную, передам уже избранному главе города для решения этого вопроса, чтобы люди знали, что обращение на мой сайт, это не только там написали все, то есть, все под жестким контролем находится, в моем. Юрий Алексеевич, хочется задать вам вопрос по ряду персон, скажем так, известных в городе, в области и многих и в стране. Как вы оцениваете интервью Константин Алексеевичу Титову в одной из местных газет и на радиостанции? Ну, если вы говорите, там, о Самарской газете, в частности, то, значит, мы не будем сейчас эту тему развивать, потому что я дал развернутое интервью в своем сайте. То есть, сайт есть, пусть люди заходят, читают, там все написано совершенно как бы искренне и правдиво. Ответ понятен. Юрий Алексеевич, как вы считаете, будут ли в этот раз появляться некие листовки с какими-либо персоналями, ну, например, там, не знаю, Олег Николаевич Сысуев, приедет ли кто-то из Москвы, может быть, в поддержку нынешней действующей власти? Ну, судя по периоду сегодняшнего дня, то есть, Олега Николаевича я Сысуев как бы нигде не видел. Вот если в прошлом году уже за такое время перед выборами уже появлялись совместные там листовки с Тарховом, Сысуев, и его слова там, «Я хочу приехать в цветущую Самару, где будет мэром Виктор Тархов». Это я помню, потому что я помню еще как бы вот эти глянцевые все листовки. Ну, хотелось бы, чтобы он приехал, и хотелось бы даже выйти, может, с ним даже на теледебаты и поспрашивать его, почему он выступает, и каким образом, кто его заставляет, или его мнение. Мне это как бы непонятно, непонятно, как это можно, и для того, чтобы сделать даже вывод, надо просто поговорить с людьми. Вот не в кабинетах, не справки там какие-то брать, а выйти в 2-3 района города и поговорить с людьми. И вот тогда-то та правда, которая есть истинно, она тогда и будет показана. Может, бояться? Ну, это вы сами спросите у Олега Николаевича, значит, вот когда он приедет, вы его пригласите к себе и поговорите с ним, и зададите ему этот вопрос. Есё Ильич, еще один вопрос, касающийся некой катавасии, которая происходит, ну, тебе нельзя это слово, может быть, оно нелицеприятное какое-то, в городской администрации. Ну, не знаю, перед зрителями на всякий случай принес извинения. Катавасия, катаклизмы, я не понимаю, что происходит. Новые назначения, снятие с должностей в городской администрации. Неожиданный вопрос, конечно. Ну, я постараюсь вам сначала привести две таких притчи и поговорки, вот, старинные. Первая поговорка, значит, коней на переправе не меняют. Сейчас идет предвыборная кампания. И вторая поговорка, лучше увидеть предателя в походе, чем непосредственно в бою. Вот чем руководствовался господин Тархов, когда он освобождал от должностей, например, главу промышленного района? Я его не знаю, Чернышков, руководителя городского отдела здравоохранения за то, что кто-то из кандидатов посетил одно из муниципальных учреждений здравоохранения, ну, или больницу, или поликлинику. Вот, я, как бы, не имею такой информации. По-моему, больница Семашка. Вот, я считаю, что, во-первых, это, ну, самодурство. Потому что, ну, вот, когда я баллотировался, был Сусуев в тот период главой города, он тоже баллотировался. Это в 96-м году, это первые выборы. Все кандидаты могли приходить и в больницы, и в школы. То есть, пожалуйста, как бы, это и есть свободные демократические выборы. А чтобы за такой факт снимать с должностей, вот, Романов, я его не знаю, ну, насколько мне известно, это, в общем-то, грамотный специалист. Грамотный специалист. Если бы, вот, я был, например, главой города, я бы оставил, и он бы работал, продолжал. То есть, о нем неплохое мнение. Про главу района я не могу сказать. Ну, я думаю, что, фактически, бой уже начался. Или Виктор Александрович Тархов не смог разглядеть своих, как бы, неприятелей раньше времени. Так? Вот. Ну, или просто, как говорят, кто бежит с тонущего корабля. Я считаю, что в любом случае, как бы, это неправильно. То есть, ну, неправильно. То есть, ну, и что? Ну, пришел кандидат. То есть, или он сильно боится. Вот, значит, у него страх, что кто-то может прийти и агитировать за себя. Вот, у меня складывается впечатление, что он просто, как бы, этого боится. Просто боится того, что кто-то придет. И вот сейчас у него фактически получается, что в администрации, ну, там и никого нет сейчас, никто не остался. То есть, первым залом назначил Шатохин. То есть, он до этого работал руководителем ритуальных услуг. То есть, он на том участке-то, в общем, в принципе, я уже говорил выше, то есть, что там происходит. Что он сейчас скажет? То есть, он же должен все равно Тархова на кого-то возложить исполнение обязанностей главы города. Понимаете? Когда он уйдет, он же должен уйти. Когда пойдет в предвыборной кампании, он, как бы, должен уйти в отпуск. Или он думает так же продолжать работу. Скажу, он говорит, вот, и он нигде не появляется. Ну, потому что он занимается, он сейчас иски в суд направляет, там, на все телекомпании. Он на радиостанции. То есть, он, наверное, хочет там как-то выиграть все. И потом сказать, вот я вот хороший, вот видите, вот есть решение там каких-то судов. И этим самым все заработают очки. Потому что, ну, другого нет. Даже вот Чухонкин выпустил книгу. Мне подарили в одном из районов города. Ну, от него. Вот там про Тархова. То есть, Биагра. То есть, ну, все руководители, начиная с 18-го года. Там написано только то, что было у него заслуги в советское время. Там лауреат, там государственные премии, там и прочее, прочее, прочее. И вот о современном этапе, вот этих четырех лет, написано, что он создал какую-то академию или искусства, или музыки. Ну, я поспрашивал так вот специалиста в этой области. Ну, никто об этом не знает. Я знаю, вот Академия культуры у нас есть, как бы. Ну, это учебное заведение, оно уже давно. А какую еще там? Не имею такого представления, так? И купил трамвай и автобус. Ну, эту тему мы уже обсуждали, что это деньги мы с водолазом, с бывшим начальником трамваян-троллейбистового управления выиграли. То есть, они просто к ним пришли, тогда, когда мы уже не были у власти в городе. Вот все, других заслуг никаких нет. Это вот даже вот эту книжку можно взять, посмотреть, Чухонки, там, руководители города, и почитать. То есть, от автора. О других там написано, там, и о Рассовском там написано, и обо мне, там, и о Сысуеве. Там, ну, есть какие-то, по крайней мере, немалые, как бы, дела, которые были сделаны на благо города. Георгий Алексеевич, журналистское любопытство, оно, его никуда не денешь. Все-таки, вы будете кого-то поддерживать на выборах, или вообще никого не будете поддерживать? Ну, мы с вами же проводили это в апреле. Это кто был в апреле? Да, в апреле. Я сказал, что, возможно, я буду баллотироваться, или кого-то поддержу. Вероятнее всего, кого-то поддержу. Сейчас, пока, кандидаты еще не зарегистрированы все на должность главы города. То есть, этот процесс пройдет где-то до 10 сентября по закону. Ну, я думаю, что где-то в середине сентября я обязательно, как бы, выступлю и сделаю заявление. Или я никого не буду поддерживать. Если, как вот будет ситуация строиться, там, вот, по демократическому процессу, там, подготовке, проведении, там, по регистрации. Или поддержу одного из кандидатов. По-прежнему сохраняете интригу? Нет, а какая тут интрига? Я говорю, как бы, то, что есть на сегодняшний день. Юсей Ильич, время, к сожалению, наше подошло к концу. Я благодарю вас за ваши ответы на мои вопросы. И думаю, что увидимся в эфире. У нас еще впереди немало жарких дней. Ну, я думаю, что мы с вами увидимся как раз вот в период, где-то, ну, может, в середине сентября. Ну, по крайней мере, мой сайт, он будет работать постоянно. То есть, и телезрители, и жители города могут, как бы, обращаться. Там все комментарии на все события, они всегда, как бы, присутствуют на сайте на моем. Спасибо, Георгий Сергеевич. Все, спасибо, всего доброго, удачи всем. И самое главное, успеха, дорогие мои самарцы.